А вот национальная полиция сегодня распространила новости о перестрелке в Одессе. Вообще сообщения об этом событии были очень странные и пугающие. Некоторые СМИ сообщали о том, что человек с автоматом открыл стрельбу просто на улице. А что произошло на самом деле, знает наш одесский корреспондент Андрей Анастасов. Всё произошло в центре Одессы на улице Новосельского в середине дня. По данным полиции, сюда по определенному адресу пришли участковые с двумя оперативниками и проверить информацию о том, что здесь укрывается мужчина, подозреваемый в хулиганстве. Но наткнулись в квартире на целую вооруженную группу. Очевидцы рассказывают, прямо посреди улицы завязалась перестрелка. Полиция перемещалась в обратную сторону к Новосельского, отстреливаясь. И попросили, кричали, чтобы люди, которые проходили мимо, ушли в сторону и не попали в зону обстрела. Естественно, начали люди разбегаться. В МВД уже подтвердили, один из злоумышленников был с необычным оружием. В полицейских он стрелял из пистолета-пулемета. Все трое правоохранителей были ранены, один сейчас в тяжелом состоянии. И еще легкое ранение получил один гражданский таксист, оказавшийся на месте. Он просто вышел из мороза с автоматом маленьким и пошел их расстреливать. Просто, вот знаете, хладнокровно. Мужчина лет 40 с небольшим, такой спортивный. Затем прибыло подкрепление и в ходе перестрелки полицейские застрелили этого автоматчика. Но оказалось, это не единственный труп. Есть еще один погибший. Также есть еще один погибший. Это сообщник, получается, преступника. Он застрелил своего сообщника, получается. Ну, и одного из той группы, которая была на квартире. Еще двое злоумышленников забаррикадировались в квартире. Полиция несколько часов вела с ними переговоры. И по последним данным, они уже задержаны. Операция завершена. Кроме того, установлена личность одного из погибших. Это Валентин Дорошенко. Это довольно известный в городе общественный деятель, участник многих маргинальных акций, которого связывали со скандальной Одесской партией Родина. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин. Подробности недели. Телеканал Интер. И вот только что стало известно, что один из полицейских, получивших ранение, умер в больнице. Ему было всего 30 лет. Продолжение следует...